Такой вопрос, вот мы с вами беседовали тоже пару месяцев назад, так, приватно, да, и сказали, что вы нашли такую формулу, да, чтобы вас ничего не отвлекало от благотворительности, от занятий ваши, от занятий исключительно не только вашими площадками, вы, вас фирма, да, крупная компания берет на работу менеджерами среднего звена, да, я правильно понимаю? Сейчас объясню эту ситуацию. Очень многие люди как раз не понимают, за счет чего мы живем, да, мы побросали работы, все время занимаемся с детьми. Потому что сразу у нас что, благотворительность? Ах, вы грантоеды, да, газдеп, работаете, да? К сожалению, выиграть грант совершенно непросто. Ну, действительно, а на что еще действительно жить? Ну, смотри, у нас на самом деле такая история. Наш проект с Лешей признали одним из лучших проектов в 2015 году, который меняет жизнь казахстанских детей к лучшему. Я думаю, это достойно похвалить, как минимум. Из 150 проектов наш проект выбрали, да. Это сделала шведская компания, шведский благотворительный фонд Rich for Change, который переводится на встречу переменам, переменам к лучшему, конечно. Они нам платят зарплату, зарплату среднего менеджера, то есть 2000 долларов, для того, чтобы мы, оставив свою работу, могли развивать наш проект. Они нам не дали денег на одну площадку и сказали, вот вам там 15 миллионов, построите площадку. Нет, они дают нам в течение года зарплату, чтобы мы могли привлекать инвесторов, чтобы мы могли пропагандировать идею. Но, мой взгляд, это наиболее оптимальный. Это тот случай, когда мы не станем еждивенцами, зная, что у нас в кармане есть какие-то там миллионы и как бы некому спросить, да. Это тот случай, когда нам приходится каждый день двигаться, ну мы как бы и так это делали, и в любом случае бы делали, выиграли бы грант или нет, мы это делаем каждый день. Каждый день мы делаем обзвон, рассылку по разным компаниям, мы встречаемся с людьми, мы продвигаем эту идею, мы ходим по дворам. И во дворах есть такая большая проблема. У нас сейчас большое достижение, у нас около 20 волонтеров в Алматы, те, которые хотят в своих дворах сделать такие площадки. И мы сталкиваемся с одной проблемой, непонимание людей отдельной категории. История недавно, вот ты сделала пост в Фейсбуке, да, про то, как на вас телегу накатали. На нас постоянно жалуются какие-то женщины, которые явно хотят привлечь к себе таким вот одиноким персонам внимание, судя по всему. Потому что они уверены, что ничего быть не может хорошего. Они прошли какие-то тяжелые ситуации в своей жизни, связанные с распадом Союза, девальвациями и прочими какими-то проблемами. И считают, что нет никаких идеалов, в которые нужно верить. И когда мы приходим, они считают, что мы коммерсанты, которые оттяпают землю и построят там казино. Это самый минимум. Или парковку. Или парковку. На самом деле, когда Леша начал строить площадку в нашем дворе, мы столкнулись с тем же самым. У меня муж с прекрасным чувством юмора. Человек, который на все вопросы бабушек, которые прибегали, говорили, вы тут парковку строите, вы автомайку строите? Он говорил, ага. И они тут же закатывали истерики. Я говорю, Леша, остановись, мы их потом не переубедим. Жестоко. Чем кончилась история? Те люди, которые были против нас в нашем дворе 100%, писали на нас точно так же письма. Обвиняли нас во всем на свете. Кричали, что мы воры, что мы все украли. Чего украли, непонятно, мы 5 миллионов в наш двор вложили. Ну ладно, уже не важно. Сейчас наши, по сути, лучшие друзья. Это те люди, которые вдруг почувствовали эффект. К этим бабушкам стали приезжать внуки. Семьи стали объединяться. Они вспомнили свою комсомольскую юность. То есть они вышли на площадку, стали лопатой кидать снег. Они начали заниматься какой-то физической активностью. Они начали общаться с другими людьми. Произошла социализация. И сейчас это наши первые волонтеры. Но прошло 3 года. И чтобы в любом другом дворе сложилась такая же субкультура, нужно иметь большое терпение. И нужно верить в то, что все получится. Сейчас, благодаря нашему опыту с мужем, мы знаем, что все получится. Я думаю, что это нужно просто делать и все. Много рекомендаций было, как, по сути дела, развивать массовый детский спорт. И, по сути, все, что мы делаем, это мы вносим свою часть именно в развитие детского массового спорта. То есть мы не кичимся этим. Мы просто делаем свою работу на протяжении уже трех лет. Мы хотим видеть своих казахстанских атлетов, которые будут участвовать во всех знаковых соревнованиях. Мы не легионеры. Мы к этому тоже стремимся. Новые Ольги Шишигины, Шерики Сапиевы и Ильины должны быть рождаться только у нас. Но у меня вот какой вопрос. То, что народ к волонтерству, вообще к благотворительности готов, я это понял, когда были вот эти вот недавние события, наводнения. Культура потихоньку зреет. Культура потихоньку зреет. Но еще очень далеко от совершенства. Но вот ты вот совершенно справедливо как-то, не совершенно справедливо, а странно для меня как-то заметила, что благотворительность порождает иждивенчество. Да, совершенно верно. Что ты имела в виду? Что вы имели в виду? Ну, мы можем, конечно, об этом говорить долго. Но самая большая и основная проблема в том, что у нас проводятся какие-то социальные ярмарки. У нас много людей, которые готовы менять жизнь к лучшему. Которые в первую очередь столкнулись со своей какой-то проблемой. У кого-то там проблема суицидов в семье, у кого-то проблема наркотиков, у кого-то еще что-то. И если есть желание и сильная мотивация, человек начинает думать, что он может сделать для этого общества. Когда мы начали делать свой проект, я уже говорила, мы его делали абсолютно бесплатно, мы могли себе это позволить. Но когда мы привлекли тренеров и поняли, что им нужно платить, и мы предложили родителям сбрасывайтесь на тренеров. И к вам во двор каждый день будут приезжать мастера спорта советского времени, Советского Союза, чемпионы. Да не обязательно, что советского. Просто мы могли бы просто тренера приезжать. Вообще, глобально, конечно, мы будем возрождать тренеров-общественников, и сейчас это делаем разного уровня. Но к нам приехали тренера, которые в свое время были лучшими бомбардирами Швеции, Советского Союза по хоккею. У нас Ольга Шишигина была с мотивационной речью, да, и Смирнов нас поддерживает, и много других известных визитных карточек нашей страны. Мы им сказали, скидывайтесь на тренировки, и каждый день в определенное время детей будут тренировать тренера, да. Большинство людей абсолютно адекватно сказали, окей, это очень дешево, и мы будем это делать. Нам не нужно будет тратить время на пробки. На дорогу, да. Нам не нужно будет тратить деньги на бензин, нам не нужно ездить в какие-то большие комплексы и платить там в месяц за спорт 50 тысяч тенге, да. Если мы говорим о катках, у нас дефицит льда, это очень дорого. Для любого родителя это очень дорого практически для всех. Но появилась часть людей, которая пришла в норковых шубах, бриллиантовых кольцах и сказала, тут все два года было бесплатно. Что это я вам должна что-то платить вообще тут за тренеров ваших? Мы говорим, а вы не заметили, как тут все изменилось? Здесь профессиональные борта, здесь профессиональные спортсмены, здесь есть свет, здесь есть люди, которые каждый день физически, тяжело это, чистят площадку, заливают лед каждую ночь. И пока вы там где-то дрыхнете под теплым одеяльцем, они до 12 ночи здесь ночью делают лед вам, чтобы вы завтра пришли сюда. Ну, как бы в первую очередь, опять же, себе и своим детям, а потом уже эффект общий. Вот находились такие люди, которые стояли, нас критиковали, следили за нами, пытались там что-то посчитать. Мы сказали, окей, Леша сделал очень классный шаг. Когда он просто одной из таких вот представительниц дал связку ключей, а это ключи от подвала, это ключи, где нужно заливать воду, брать воду, наш инвентарь, которым нужно очистить все. Это бесконечные взаимоотношения с КСК, со всеми соседями, с Горводоканалом, с районным Акиматом и так далее, и так далее. Дал связку ключей и сказал, окей, я завтра приду, заплачу тысячу тенге за тренировку, а вы вот это все организуйте.